Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие, где вы будете покорять горные вершины, бурные реки и чарующие озера Кыргызстана. Тема сегодняшнего урока – исследование Кыргызстана. Природа Кыргызстана богата и разнообразна, но начнем с истории зарождения нашего края. В средние века на китайские, не арабские, не среднеазиатские географы общего названия для всей тиньшанской системы не дают и у разных народов отдельные области. Эти гор назывались по-своему Цунлин – луковые, линьшань и мустаг – ледяные, тенгри – таг – небесные, а латау – стюркского – великие, большие. Таким образом, тиньшань, пришедший к нам из китайской географической номенклатуры, пожалуй, является единственным китайским названием на карте Кыргызстана. В переводе с китайского тиньшань означает немецкие горы. Киргизы же всегда с любовью и уважением называли свои родные горы – латау, что означает пестрые горы. Кыргызстан расположен в Центральной Азии на главном направлении Великого Шелкового Пути, на месте пересечения древних путей, связывающих Европу с Азией. Великий Шелковый Путь – трансконтинентальный путь древности и среднее вековье между Востоком и Западом. Он начал функционироваться как регулярно торговая и дипломатическая артерия середины II века до н.э. и существовал вплоть до XV века и открытия морских путей. В 1877 году немецкий географ Рихт Гофен предложил термин «Шелковый путь» для обозначения связей между Востоком и Западом, частью Евразии. Это название оказалось исключительно удачным, и им сейчас широко пользуются ученые, писатели и политики. Первые сведения в Европу стали поступать в результате походов Александра Македонского в IV веке до н.э., когда греки дошли до Тиньшаня. Завоевательные походы Александра Македонского значительно расширили познания Запада и Востока друг о друге, создав предпосылки для установления торговых связей. 128, 127 и по 116, по 115 годам до н.э. китайские земля проходят, как посол, ознакомятся с природой и населением. Первые сведения о побережье Иссыкуля были изложены в трудах Сюаньцзянь 629 по 645 годов н.э. Почти полторы тысячи лет Сюаньцзянь, китайский буддийский монах, совершал паломничество в Индию, не ведано, какими перевалами, испытывая трудности и опасности. Путешественник прибыл к большому озеру Циньцзи, что в переводе с китайского означает прозрачное. Это был Иссыкуль. Однако для познания географии громадных пространств азиатского материка свидетельств древних китайских летописей было далеко недостаточно. Ученые того времени подчас называли географию Центральной Азии. География основана на догадках. С этой-то географии догадок и началась деятельность молодого Семенова в русском географическом обществе в 1850-х годах. Петр Петрович Семенов стал первым европейцем, добравшись до Тиньшани, крупнейшей горной системы в Центральной Азии. Семенов Тиньшанский открыл вершину Хантенгри высотой 6995 метров. Истоки рек Чу, Сырдари и Сарыджас установил расположение хребтов Тиньшаня, высоту снежной линии в этом районе и высотные природные пояса, а также исследовал Тиньшанские ледники. 2 сентября в 1856 году Семенов в сопровождении небольшого отряда казаков отправились в свою трудную и рискованную экспедицию на Тиньшань – небесные горы. До этого горная система, как весь Туркестан, Средняя Азия, были неизвестной землей. Пояска Семенова оказалась началом научных исследований Средней Азии. Семенов добрался до верховий реки Нарына на востоке и Бомского ущелья на западе. Семенов определил, что на Тиньшане нет вулканов. Хребты его расположены вовсе не в меридианальном, а в широтном направлении тектонического происхождения. Первым обнаружили на Тиньшане обширное альпийское оледенение, что казалось тогда противоестественным в жарком азиатском климате. Одним из серьезных открытий Семенова было также и то, что озеро Иссыкуль – замкнутый бассейн, и что река Чу, которая по недостоверным сведениям брала начало из этого озера, на самом деле соединяется с ним лишь коротким мелководным протоком Куте-Малды длиной в 6 километров, иногда отдает ему часть своих вод. Одной из больших заслуг Семенова считается то, что он первым начертил схему хребтов и установил высотную поясность Тиньшане. Все горные склоны, по его наблюдениям, разделяются самой природой на 5 зон, расположенных как бы этажами один на другим. Время пребывания в экспедиции было полно неожиданностей, одной из которых является то, что Семенову посчастливилось увидеть, хотя и окутанный туманом грандиозный пик Тиньшане-Хантенгри. В общей сложности Семенов прошел 23 горных перевала, определил 50 горных вершин. Семенов совершил три поездки, решив изучить горные массивы Тиньшане, которые ранее не были исследованы никем. Сначала было две экспедиции в Иссыкуль и одна в Кульжу. Маршрут первой поездки лежал через горные проходы Зайлийского-Алатау до восточной оконечности Иссыкуля, а маршрут второй проходил через Костекский перевал в Бомское ущелье. Обратный путь Петр Петрович Семенов проделал через самые высокие перевалы Кунгей и Зайлийского-Алатау. Он собрал богатейший материал, в том числе незнакомые науки виды растений, дал название и Зайлийскому-Алатау. В 1856 году в Омске он познакомился с молодым чуканом Валихановым. Петр Семенов был главным инициатором приема Валиханова в действительные члены географического общества, которое он возглавлял с 1873 по 1914 годы. В 1906 году, когда Петром Петровичем вновь началось научное изучение горного массива Тиньшаня, фамилии Семенова было добавлено Тиньшанский. Чакан Валиханов – великий ученый и просветитель. Под влиянием Семенова стал путешественником и крупным ученым. С 1855 года по 1857 год в Омске много ездил и собрал большой этнографический материал о Казахстане, Кыргызстане и о Сибири. За эти ценные исследования Петр Петрович Семенов Тиньшанский рекомендовал Чакана Валиханова в члены русского географического общества в городе Петербурге. В июне 1858 года под видом мусульманского купца Чакан Валиханов перешел через Тиньшань и прибыл в Каджгар, где провел целый год, изучая особенности местности, обычаев и культуры местного населения. В мае в 1860-х годах Чакан Валиханов выступил с сообщением о своем путешествии в русском географическом обществе, а в 1864 году побывал в Чуйской долине, написал географический очерк о восточном при Иссыкулии, сыртах внутреннего Тиньшаня. Северцев Николай Алексеевич в 1857 году был командирован ученую экспедицию на низове Сырдарьи для исследования Кыргызских степей. В 1865 году по 1868 год Северцев совершает путешествие на Тиньшань и в окрестности озера Иссыкуль, основал первую метеорологическую станцию в Кыргызстане в селе Аксу на побережье озера Иссыкуль. Проводились наблюдения за осадками, температурой воздуха, атмосферными давлениями. Был первым европейцем, прошедший в часть центрального Тиньшани, собрал 4000 экземпляров животных, 3000 гербарных листов и 800 образцов минералов. Он впервые доказал, что Памир – это самостоятельная горная система. Алексей Павлович Фетченко – исследователь Средней Азии, в первую очередь Памира. В свои 24 года Алексей уже зрелый и достаточно опытный исследователь. Перед ним встает вопрос, чем заниматься, куда направить свои познания и кипучую энергию. И цель была найдена – манящий край огромной территории Средней Азии. Фетченко первым из русских путешественников посетил Алайскую долину. Открыл хребет, служивший северной границей Памирской выси. По праву первооткрывателя назвал хребет Зоалайский. С его величайшей вершиной 7134 метра над уровнем моря – пик Ленина. Далее название реки Кызылсу. Фетченко собрал богатейшие материалы по изучению растительного и животного мира. И сделал ряд наблюдений, которые говорят о его блестящих способностях. Ученого-исследователя. 9 января 1850 года в этот день родился Иван Васильевич Мушкетов, геолог и географ, первый исследователь Туркестанского края. Совершил несколько путешествий по Средней Азии. Исследовал Тиньшань и Памира Алай. Во время этих путешествий открыл несколько крупных месторождений полезных ископаемых каменного угля, марганцевых, серебряных и медно-свинцовых руд. Со студенческих лет Иван Васильевич Мушкетов занялся научными исследованиями в области геологии и географии. В начале мая 1875 года Иван Мушкетов приступил к изучению Тиньшанских хребтов. В течение полугода экспедиция собирала данные по геологии и географии Северного Тиньшани и Кульдиджинского района. За это время, по его подсчетам, верхом и пешком было пройдено более 4000 километров. Новая экспедиция завела его на Памира Алай. Здесь он обследовал месторождение нефти и каменного угля, горючих сланцев, золота и других руд. Позднее, по заметкам из этой экспедиции, Мушкетов составил точную геологическую карту к исследованиям региона. Фетисов собрал обширный гербарий туркестанской флоры. Свыше 80 экземпляров открыто 180 новых видов растений. Основал Карагачевую рощу. Основал метеостанцию Пешпек. Вам на уроках географии, несомненно, рассказывали о человеке, изображенном на этой фотографии. Великий русский путешественник, исследователи Николай Михайлович Прожевальский, открывший миру бескрайние просторы Средней Азии. В путешествиях по этой части света он провел в общей сложности 9 лет и 3 месяца. И прошел 29 585 верст. До исследований Прожевальского не было ни одного точно нанесенных на карте места Средней Азии. О природе этой части континента практически ничего не знали. Первое путешествие исследователя по Китаю-Монголии, страну Тангутов, проходило с 1870 по 1873 годов. За это время было пройдено 11 800 километров. Составлена карта на 22 листах в масштабе 1 к 420 тысячам. В своем дневнике Прожевальский записал ценные записи физико-географические и этнографические наблюдения, благодаря которым наука впервые получила точные сведения о гидрографической системе Куку-Нора с северных высотах Тибетского Нагорья. В 1876 году Прожевальский предпринял вторую экспедицию из Кульджи на реку Или через Тиньшань и реку Тарим к озеру Лобнор, южнее которого им был открыт хребет Алтындак. Открытие Алтындака было признано всеми географами мира, крупнейшими географическими открытиями. Он установил точно северную границу Тибетского плоскогорья. Тибет оказался на 300 километров севернее, чем предполагалось раньше. Своё третье путешествие Прожевальский начал в 1879 году, пройдя по реке Урунгу через оазис Халийский и пустыню в оазис Саджоу через хребты Тиньшаня в Тибет. Он вышел в долину Мур-Усу. В 1883 году Прожевальский предпринял четвертое путешествие во главе отряда из 21 человека. На этот раз его сопровождал Козлов, для которого эта экспедиция станет первым путешествием в Центральную Азию. Цель жизни Прожевальского – идти вперед и никогда не сдаваться. В октябре 1888 года Прожевальский прибыл в город Каракол на юго-восточном берегу озера Иссыкуля. Отсюда должна отправиться пятая Центральная Азиатская экспедиция. Но на следующий день он почувствовал себя больным и через пять дней скончался. Могучий организм сокрушил брюшной тип. Его многочисленные открытия произвели переворот в географической науке. Никто не заполнил столько белых пятен на карте Азии. До Прожевальского в Средней Азии не было ни одного точно нанесенного на карте места. О природе этой части Азии знали очень мало. Общая длина его рабочих маршрутов составляет 31 500 километров, проведя пятую часть жизни в походах 11 лет. Советский академик Лев Семенович Берг в 1928 году провел рыбопромысловое гидробиологическое изучение озера Иссыкуль. Открыл наибольшую глубину озера – 702 метра. Мерцбахер, немецкий альпинист, исследователь гор, профессор Мюнхенского университета, поднимался в горы Центрального Тиньшани с целью изучения горного массива Хантенгри. Составленная им карта района опубликована в 1928 году. В его честь названо «Высокогорное озеро Мерцбахера». Русское географическое общество внесло крупнейший вклад в изучение Средней и Центральной Азии. Изучение природы привлекало многих ученых-исследователей, которые заглянули вглубь загадочной природы нашего края. Давайте закрепим наше увлекательное путешествие. И первый вопрос. Кто открыл вершину Хантенгри? Петр Петрович Семенов Тиньшанский. Что означает в переводе с китайского Тиньшань? С китайского Тиньшань означает небесные горы. Какому озеру Николай Михайлович Прожевальский вышел во второй экспедиции? Кто основал первую метеостанцию на побережье озера Иссыкуль? Николай Алексеевич Северцев. Кто из открывателей во время Кашгарского путешествия дважды пересек Тиньшань? Чокан Валиханов. Определите, под какой цифрой фотография Прожевальского Николая Михайловича. И правильный ответ под цифрой 1. Итак, ребята, урок подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова